После того, как мы запустили проект «Возроди легенду» и показали уровень наших работ, к нам стали обращаться с разными машинами для того, чтобы мы их хотя бы продиагностировали. И вот, пожалуйста, СИЛС, один из самых первых красивых автомобилей, который еще называется «Банан». Что же мы здесь обнаружили? Попробуем вам рассказать не спеша. Первое. Единственная целая, хорошая и беспроблемная деталь – это капот. Единственное, что его нужно полирнуть. Теперь переходим в передний бампер. Он в пленке и на нем достаточно много ссадин. Вот, пожалуйста, царапины по низу. Ну, это стандартно все. Когда нужно будет его полностью красить, нужно будет снимать пленку. Когда снимаешь пленку, наверняка краска отслоится в тех местах, где какие-то прикосновения были. Переднее правое крыло. Это крыло полностью в шпаклевке. И под краской достаточно толстая шпаклевка в нескольких местах. Теперь смотрим изнутри. Крыло от песка струилось. И на бампере тоже следы песка струя. Здесь же, посмотрите, вот эта вот часть полностью требует восстановления и потом уже окрашивания. Идем дальше. Зеркала. Вот это зеркало нужно ремонтировать, а потом красить. Дверь. Вот такие вот рыжики свидетельствуют о том, что дверь ремонтировалась и нужно ее полностью скрывать и реанимировать. То же самое и на задней двери. Если это не обработать, то ржавчина будет сквозь окрашивание идти. Смотрим порог. А, вот, кстати, на двери еще школ. Здесь сильный дефект. И, как оказалось, заднее правое крыло полностью зашпаклевано и покрашено вот так вот полностью. Вот до сюда, вот до этого места. Получается, с правой стороны надо делать все. Просто так взять и покрасить нереально. И еще обратите внимание, вот здесь нужно ремонтировать. Нужно снимать полностью порог и приводить его в идеальное состояние. То, что здесь ржавчина, пескоструй, понятно, да? Просто так покрасить не получится. И теперь скрываем вот здесь. И что мы видим? Вот здесь все ржавое. Просто так, не скрывая, не очищая до металла, делать это, в принципе, нельзя. Переходим назад. Задний бампер тоже с мелкими ссадинами. Здесь, здесь, но они мелкие. Но когда красится все, надо красить и задний бампер. Он в пленке. И когда будешь снимать пленку, тоже где-то краска отлетит. Переходим к крышке багажника. Она деформирована. Деформирована вот до сюда. То есть он весь помят. По-хорошему, здесь нужно менять крышку багажника. Сейчас объясню, почему. Связано с тем, что эти крышки багажника внутри всегда с водой. И вот видите, ржавеет. И ржавеет со всех сторон. Это нужно или тщательно ремонтировать, или ввиду того, что здесь вот такой дефект, проще заменить. Теперь левое заднее крыло. Внутри под окрашиванием тоже огромный слой шпаклевки. И иногда даже толщиномер не пробивает. И это все покрашено вот до сюда. Если перекрашивать автомобиль, то надо будет полностью задирать лад. Теперь смотрим вот здесь. Интересное место. Видите? Там внутри отлетела шпаклевка. То есть весь этот элемент крыла восстановлен с помощью шпаклевки. Она уже не держится. Также смотрим по дверям. Двери тоже ремонтированы. Вот, пожалуйста, следы. Здесь пескоструй. По-хорошему, каждая дверь требует тщательного ремонта. А передняя, левая, водительская, она вообще вот если здесь присмотритесь, то вмятины вот здесь вот. И изнутри, когда открываете, вот они ржавеют, подкрашены. Нужно восстанавливать. Крыло левое, переднее тоже окрашено и тоже со шпаклевкой. И тоже у него есть места, где нужно выпрямлять. Ну и теперь по крыше. На крыше несколько вмятин. Вот их видно, видите? Играет. Вот здесь спереди ржавеет уже. И там для того, чтобы все это сделать, нужно будет снимать лобовое стекло. И вот здесь вот тоже можно восстанавливать. Получается, что не так-то просто здесь все. Капот, он в хорошем состоянии, но тоже много сколов, видите? И это все под пленкой. Надо скрывать пленку, полировать, восстанавливать. И скорее всего при снятии пленки тоже придется перекрашивать. Короче говоря, на наш взгляд, по-хорошему, надо всю машину делать. Все места ржавчины восстанавливать, реанимировать и только потом красить. Сложно, долго и дорого. И еще не успел заметить. Вот теперь видно, вот видите? Сколы ржавчины. И здесь решетку тоже нужно менять. Резюме такое, что это не просто так облить. Это надо сперва весь кузов восстанавливать. Доводить его до идеала. А потом уже только красить. Иначе будет ненадолго. Покрасим, оно опять сейчас зацветет. Мы в довершении подняли машину на подъемник. И сейчас в разном втором посмотрим. Здесь вот разные ссадины мелкие. Вот тут, над выхлопом. И так, здесь посмотрите. Теперь еще раз здесь посмотрим. Ммм, тонко. Ну и сюда перейдемся. Что здесь? В масле. Здесь также все в масле. И судя по тому, что герметик, видно, уже разбирался, монтировался. Так в целом весьма неплохо. Только на коробке масло. Позитивное впечатление от нижней части автомобиля.